Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, и как обычно, с понедельника по пятницу, с 8 до 10, в этой студии появляются живые музыканты, живые исполнители, с которыми мы живо беседы беседуем, ну и песни, они нам замечательные поют. Группу сегодняшнюю, знаете вы точно, в ротации их песни крутятся достаточно регулярно, и хитовыми являются, и радуются этой группе периодически. Но сегодня, опять же, как всегда, по нашей традиции, прежде чем мы начнем разговор, для тех, кто может быть не в курсе, что за коллектив и какие песни он играет, нужно сделать музыкальную заявку. Поэтому первое произведение, после чего мы, естественно, уже начнем беседы беседовать. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Это случилось в дороге, на перекрестке, обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски, бессонные ночи, битера, встреча с тобой и вновь. Твой взгляд, как у мейстер, пятипранзительная любовь, говорил только я, ты молчала, нервно царапала колени ногтями, я о себе рассказал сначала, мол, такой же, как все, не выделяюсь, хотел набрать, но не вышло. От отскрабенности съехала крыша, а правда моя невыносимо, поговори со мной, поговори. Прости на перекрестке, что хочет тот, кто это придумал. Прости на перекрестке, где, теперь, никуда, и сни, откуда такое звездное небо. Такие важные вопросы мы встретились на перекрестке. Хочешь, я покажу, что скрыто за пределами понедельников, но сначала ты должна понять, мы слепые грачи, на поле времени лежим, мокрые, голые. Ты не волнуешься даже, кровь на постели, вот эта новость, по тебе и не скажешь. Белая ночь, как смеиный язык, тянулась в колодец, ворона Ивановской, скрипнула дверь, ну где же ты? Крышу качает, как черту мой, не качает, как полудорский мост. Чайки в долг рушат над городом, сколько этажей нам лететь до звезд, до скорой, или до скорого. Спроси на перекрестке, что хочет тот, кто это придумал. Спроси на перекрестке, где дверь, никуда, и сни, откуда такое звездное небо. Такие важные вопросы мы встретились на перекрестке. Спроси на перекрестке, что хочет тот, кто это придумал. Спроси на перекрестке, где дверь, никуда, и сни, откуда такое звездное небо. Такие важные вопросы мы встретились на перекрестке. Спроси на перекрестке, что хочет тот, кто это придумал. Спроси на перекрестке, где дверь, никуда, и сни, откуда такое звездное небо. Такие важные вопросы мы встретились на перекрестке. На перекрестке! Да, неожиданно. Добрый вечер. Привет. Как будто кавер на самих себя сейчас прозвучал. Группа «Красные звезды» здесь сегодня Группа из Беларуси Ну, в общем, те, кто знает коллектив Естественно, уже получают удовольствие Эта песня звучит в ротации, правда, немножко в другом звучании Звучание стало более жестким Более злым Владимир Селиванов Чего-то с тобой случилось за это время? Разозлились Сейчас поговорим на кого, на что На всех Я сейчас подумаю, еще надо ли оно нам продолжение Группа «Красные звезды» Прошу любить и жаловать Евгений Белов, гитара, вокал Жень, надо хотя бы раз за эфир подойти к микрофону Поздороваться с аудиторией Здравствуйте, вы правильно слушаете Молодец, бас-гитара Антон Орлов Нет, нет, Антон Орлов, это барабаны Да что ты А бас-гитара Александр Гуляев тогда получил Да, абсолютно верно Ну, иди тогда Иди сюда Иди, здоровайся Александр, сейчас я тебя поменяю Бобрый вечер Бобрый-бобрый Человек, у которого барабаны У него имеется и микрофон, собственно Привет Вот это Антон Орлов Все, я себя сейчас поменяю местами У меня как-то так все спутано здесь немножко Ну, новые ребята в коллективе, правильно? Да, за нами поспеть сложно Пока, да, пока не привыкши мы Потом будешь знакомиться с ребятами Они самые молодые В группе Это только два старпера уже А эти-то парни молоденькие Не испорченные еще Их надо поддерживать, конечно Естественно Прошу прощения, что ошибся Так бывает, знаешь Ничего Главное не напрягаться в данном случае Расслабленно себя ощущать С чем приехали? С новым альбомом приехали Да ладно? Да, новый альбом Вот мы сейчас практически весь его здесь сыграем За исключением одной композиции Потому что, ну, нельзя Не формат Ну что, у нас нет А там это какие-то слова другие Матные Надо по-другому говорить Не не формат, а мат Да, да, не формат Так я же говорю, не формат Ну да У нас на самом деле Понятия формата Нет, не существует Хорошая музыка И хорошо А и как неожиданно Пишет Ирина Титова Вот эта версия песни Я прям в ауте чуток Да я тоже в ауте Я, в общем, знаю песню Но когда вдруг Селиванов начал хрипеть Я подумал Что-то произошло в этой жизни Видимо, перекресток Уже, в принципе В печенках сидит Да, вот настолько Эта встреча Раньше было доброе ощущение От нее От этой встречи А сейчас уже воспоминания Неприятные Нам не удалось Тогда правильно передать ощущение Потому что встреча Все-таки серьезная Вот И там очень много угрозы И в таком варианте На наш взгляд Звучит намного лучше Да я спорить-то не буду Зачем? Какой смысл? 4647 Это короткий номер Для смс Кваших 4647 Сначала своей Пробельчик Потом уже Всех вопросов Которые хотели бы Вы задать коллективу Может быть Вы эмоциями поделитесь Не знаю Впечатлениями Ну, в общем Все, что хотите То и рисуете Группа ВКонтакте Группа своего радио Там все просто Анонс уже Давно выложен В анонсе Название коллектива Группа Красные звезды Выделено синим Это активная ссылка Кликаете И оказываетесь У них в сообществе Соответственно Становясь частью Этого сообщества Получаете всю информацию О турах Концертах Новых пластинках В первую очередь Это тоже важно Видео Вы можете смотреть Все, что в этой студии происходит Тут тоже все просто Зайдите на сайт Радиостанции Своерадио.фм Своерадио.фм Там есть сверхплеер С левой стороны В плеере онлайн-аудио Кликаете, слушаете вправо С правой стороны Онлайн-видео Кликаете, смотрите Как только кликнули На онлайн-видео Оказались в картинке На планете Ру Спасибо планета За наше счастливое детство Ну и там Собственно Есть еще чат В котором тоже можно Отписываться Все же касается Коннекта Я вам рассказал Теперь пойдемте По эфиру дальше Как называется пластинка? Родина смерти Что-то изменилось В этой жизни, правда? В твоей личной Точно что-то изменилось Реальность стала немного злее И мы реагируем адекватно Немного злее стала Я же тихонько хочу Это все Сколько треков? Десять Десять, да То есть полновесная пластинка Да, абсолютно Вы уже эти песни поете где-то? Вот прямо сейчас ездим и поем Вот сейчас Турово Да, 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 конечно А где были? Были мы в Воронеже Были в Туле Были в Тамбове Завтра концерт в Москве В клубе театр Вот это важно Во сколько в театре? В 20.00 В 8 часов вечера Завтра это у нас Клуб театр Четверг Клуб театр Человек тут выложил Раз, два, три, четыре, шесть Семь пластинок Фотографию Семи пластинок Группы Красные звезды Вадик Кашин Когда новый диск? Спрашивает Новый диск это который? Который сегодня презентуется Вы имеете ввиду? Сколько у вас альбомов-то? Ох, это так вот сразу и не ответишь Красные звезды Смершевы Значит, песенки Ой, это много очень Чума, Кругозор Май в сентябре Я вижу здесь альбомы Свобода Да, вот Свободу я в руках держал в свое время Этот альбом я знаю В общем, семь штоп человек выложил Семь фотографий Которые у него имеют место быть Причем он все альбомы Не только этими альбомами хвастается Он раньше хвастался Другими альбомами другой группы И всегда он фотографирует их На простыне с лебедями Видимо Такой вот у него Фом То ли у него много простыней с лебедями То ли, в принципе, человек Я не хочу подумать, что он не стирает Постельное белье Но почему-то фотографирует альбомы Все время на голубом фоне На синем фоне Я под альбомами лебедь с крыльями А в кусах, как говорится, не спорят Я сейчас не про вкусы Я про твои альбомы А их больше раза в три Да ладно Что, 20 альбомов уже? Да, я думаю, что больше Это с 93-го года группа живет? Да Но первый альбом вышел, по-моему, в 95-м году Но это еще было домашнее такое творчество А такой студийный в 96-м В 96-м мы начали И то, что, если в 30-е Сейчас, смотри, секундочку Я еще не могу сориентироваться В 96-м году вышло сразу три альбома Там была трилогия «Страна чудес» Он был очень большой И потом постоянно это И потом понеслось, понеслось и поехало И во всех альбомах песни не повторяются Иногда мы делаем вот такие кавера Сами на себя Потому что, ну, чувствуем, не удалось передать То, что хотели Бывает так, что с первого раза вот мы не выходим То есть, походу, вы самая плодовитая группа Бывшего Союза Может быть Если так уж И в такое количество альбомов Ты даже не знаешь, какой это по счету у тебя сейчас альбом Ну да, так-то наша группа в Союзе и не была Ну я говорю, бывший А, ну, да-да-да Я знаю коллективы по плодовите Да, ладно В Беларуси есть такая группа, называется УНБ У них там то ли 40, то ли 50 То ли 60, но там вообще Беларусь плодовитая страна, я тебе скажу Я не знаю ни одного российского коллектива У которого было бы 35 альбомов, например Сколько лет существует? А ХЗ, кстати, плохой коллектив Я боюсь приносить название Не, а ХЗ достаточно нормально ХЗ, да все же понимают Бегемот очень плодовит Уже по Бегемота рекордс ты имеешь в виду? Ну, да-да-да Бегемот это в смысле Я понимаю Я сейчас его продакшн компания Да-да-да Потом он ее переименовал в попу Бегемота По-моему, потеряла название сразу Уже получше звучало Но она как откровеннее Ну, да, понятно Ну, а такая группа ХЗ, нормальная? Прекрасная группа Куда откровеннее? Ну, конечно Каче, как КЗ Да Мы, кстати, мы Звезды называются КЗ Да, ну, для, скажем так Для большей понятности И ускорения произношения Потому что человек может захлебываться От восторга И ну, вот это слово длинное Очень сложно Красные звезды произносить Очень тяжело Очень два длинных слова Нереально Непонятных Язык красный и непонятный То есть язык сломаешь А как КЗ, так проще Вообще легко Коза Да Ну, рок-н-ролл Это же рок-н-ролл, конечно Понял Давай дальше петь Давайте Что будет дальше-то у нас? Следующая песня Мы решили построить программу Следующим образом Мы споем еще несколько хитов Которые известны Для того, чтобы Всех заинтересовать Чтобы все поняли, кто вы Да Если вдруг что А дальше мы целиком просто программу Окей Я с этим даже спорить не стану Как всегда живой звук В программе живые Как песня называется? Свобода А, зачем спрашивала? Так же ясно Все бы все узнали Поехали Поехали Прыгай с этого поезда Ведь если ты не такой, как все Тебя невозможно использовать Невозможно использовать Пусть бесконечен Путь до седьмых небес Полыхает жаркий огонь В груди Застывает время Позади Ты однажды вспомнишь Ну что ж Иди Мир вращается в колесе Прыгай с этого поезда Ты не такой, как все Ты не такой, как все Тебе невозможно Использовать Использовать Раз, два, три, четыре Будущее Оглянись Все будет Все будет Все будет Все будет Все будет Ты откровенный, как острый стальной клинок Ядовитый, как свежий весенний газ Вдохновенный, как сказочный лепесток Одинокий, как рыжий небесный глаз Мир вращается в колесе Прыгай с чертова поезда Ты не такой, как все Ты не такой, как все Ты точно такой же, как все И нас невозможно использовать Невозможно использовать Невозможно Использовать Себе Ну так-то ничего Не тот микрофон Ну так-то ничего Но все равно общее звучание Тот самый тембр, к которому я привык Он изменился немножко Скажи, пожалуйста, это с чем связано? Ты решил действительно немножко в гранж удариться такой? В жесткости? Да нет, просто как-то из реальности, которая стала жесткой, захотелось стать намного более искренним А, то есть это придает искренности? Да Ну вот смотри, например, человек пишет Очень люблю песни Козе, но это исполнение перекрестка вообще не нравится Слишком резко, пишет человек Я сейчас не говорю о том, что все так будут говорить Я говорю о том, что кто-то уже... Возможно, просто люди привыкли к другому звучанию Ну конечно Правда? И скорее всего, наверное, так и есть Классно как? Песенка про нас, пишет Лорислав Ангеловский Пожалуйста Мне очень понравилось... Сейчас, посекундочку Очень люблю такие сообщения Сейчас Павел Ступников... Я даже сейчас подложку уберу, чтобы четко было понятно Каждое слово, которое я сейчас прочитаю Павел Ступников пишет Я слышу два голоса в трансляции Так задумано Привет, Паша Так мы, собственно, все задумываем и потом исполняем Да, это Селиванов, он умеет так У него две глотки Это редкий случай Это, понятное дело, что это мутация в некотором смысле Человеческая Но он пользуется этим очень умело Он одной глоткой говорит, другой поет А когда поет и нужно создать какой-то эффект определенный Он включает вторую Приходится хитрить Мембрану Да, он хитрит очень И поэтому вы слышите два голоса, как будто бы разных Но это один человек Да, и даже несмотря на то, что за его спиной Если вы посмотрите трансляцию, и сидит еще один Лысоватый молодой человек в наушниках и очках И открывает рот Так вы не думайте, он не поет, он просто открывает рот Очень брутально открывает рот Открывает рот, очень брутально Да, для того, чтобы сбить с толку всех, кто в данный момент смотрит за трансляцией Следит за ней 4647 – это короткий номер для смс Сначала свои пробелы, а дальше уже все ваши вопросы, эмоции, впечатления В общем, делитесь чем хотите И спрашивайте у музыкантов все, что вам было бы интересно Ну все, а застебали, пишет Павел Ну конечно, Павел, ну а как, мы же любим так немножко поиздеваться Мы и над собой можем поиздеваться В том случае это вообще не проблема Вот что мне стало так дико интересно Вот ты катаешься сейчас вместе с музыкантами Вы катаетесь по городам и весям И даете концерты Поддержку, понятное дело, альбома Альбом классный, ну что говорить Хороший альбом, интересный Жизковат, конечно, а с непривычки-то надо привыкать, но тем не менее Как принимают? Великолепно Понял, спасибо Мы же играем народно-психоделический постпанк Ну, музыка соответствующая То есть уже так? Да, я впервые услышал мнение о перекрестке Чтобы кто-то сказал, что что-то изменилось Нет, на концертах мы всегда, в общем-то, так икперсиновые исполняли А пластинки просто по-другому Ну да, там такая лайф-версия Ротации по-другому Возможно, люди просто не были на концерте, поэтому не знают Приходите, посмотрите, это очень здорово Да, завтра Завтра в клубе-театр В клубе-театр Вы сможете увидеть все это живьем и насладиться полностью их творчеством А сколько? Большой концерт, кстати? Ну, у нас концерты в среднем по два часа Два часа? Ну, это не один альбом выходит, это гораздо больше Нет, ну, естественно, мы покажем и альбом, покажем хиты То есть люди же приходят все послушать Поэтому, разумеется, будет очень много песен и акустика Это, ой, там, большая программа То есть ты не из тех артистов, которые на просьбу спеть какую-нибудь старую хитовую песню Говоришь, не-не, мы сейчас этого уже не поем То есть ты сразу откликаешься и говоришь, конечно, давайте Это песня 1934 года, но мы споем все равно Ну, если я помню песню, хотя бы один куплетик, почему бы не спеть? Это же как-то вот за сердце берет То есть ты можешь забыть свою песню? Ой, их столько, что, естественно, я не могу забыть, я очень многих просто не помню Я же забыл, что у тебя больше 20 альбомов, конечно Бывает такое, что даже старую, как бы знакомую песню на концерты взял и забыл? Да, очень часто бывает Я вынужден в таких ситуациях просто останавливаться И поехали сначала Либо как-то там придумываешь на ходу текст Такое тоже было неоднократно И как реагировали? Даже у вас в этом, в эфире было один раз тоже Да, помню Забыл Но зал, на самом деле, я не знаю, как реагировал, потому что это было в эфире А как зал реагирует, когда забываешь? Ну, я думаю, что в какой-то этот момент они не очень-то обращают на это внимание, прощают Ну, то есть ты хочешь сказать, что им все равно, что? Мне кажется, замечают, просто делают вид из уважения, что не услышали ничего Как и я Я тоже буду делать вид из уважения, что не услышали Ну, это бывает, в лыжник может споткнуться Ну, никто же его не лажает, но еще раз побежит и там проедет Согласен Или гимнаст 46-47, короткий номер для СМС К ваших сначала свои, пробел, потом уже все, что хотели бы сказать Будут ли издаваться или переиздаваться ранние альбомы на CD? И будут ли издаваться футболки с группой, а не с черепами? Лукич спрашивает Мы время от времени какие-то альбомы постоянно переиздаем Их уже довольно большое количество вышло То, что касается футболки, то заказы как раз-таки вот с этим черепом, который у нас на обложке нашего нового альбома И они их намного больше, чем на наши лиса Когда можно будет выпустить с лицами, когда будет такая потребность Мы непременно Мы-то лиц не стесняемся еще Ну, в общем, понял Антон Гаев пишет Женю бы чуть погромче в трансляции его местами слышно не очень Так он и не говорит Потому вы его и не слышите А если человек поет бэк-вокалом, то, в общем, он поет подэ основным вокалистом Видимо, Антон Гаев любит очень Женю Ой, это наш друг из Челябинска Да, и очень хочет именно Женю слышать Ну, видимо, у них есть какие-то... Этого я не говорил Заметьте, не я это сказал Общие интересы Да-да-да, я понимаю Антон Гаев пишет Я про гитару А, в этом смысле А по мне так нормально звучит гитара Ну, не знаю, сейчас посмотрим, послушаем Мало брутала Брутала мало? Да, ведь мне тоже, кстати, мало Я хотел бы тоже побольше гитары слышать Что-то мне вот маловато Да? Антош, я с тобой солидарен Серьезно Принесите гитару еще одну, пожалуйста, в студию Есть у нас еще одна гитара в студию? И рояль Рояль, кстати Она прекрасно играет на... Спрашивают, почему клавишных нет? Ну, дело в том, что у нас четверо Вот И мы решили, принципиально решили отказаться От любых звуков, которые мы не можем самостоятельно произвести Поэтому... А найти человека, который может производить эти звуки? Вы же понимаете, что такое в гастролях лишний человек Понял, да Понял Ну, в общем, в принципе, я полагаю, что и от гитары можно избавиться Зачем? Ну, гитара — это святое Бас-то нельзя У нас все, что самое святое есть Даже мне не дают ничего, я вынужден так петь То есть не дают ничего, не доверяют? Ничего, не доверяют А тебе можно? Ну, в общем-то, хотелось бы хотя бы Но ничего пока не доверяют Сосредоточился на пении Хорошо Сразу три голоса зазвучало Да, кстати, да Звездным ура Привет Владимиру и компании из Томска Вопрос следующий Где же классический состав? Где виртуозный фок? И еще доберетесь ли... Так, секунду Ты хотел что-то сказать Вернись Я хотел посчитать А, извини А еще доберется ли с новым альбомом Доберетесь ли до Сибири? Приглашают вообще туда или нет? Спрашивает Данила Харчин Насчет состава Состав изменился не просто так Не потому, что нам захотелось Как-то там что-то новое другое показать Состав изменился Потому, что изменился жизненный путь И, в общем-то, даже Пугачева разводилась Не то, что там... И не раз И не раз, да И не два И не два Вот, поэтому, ну, всякое бывает В Сибирь мы, разумеется, приедем осенью В принципе, на Пугачева в данном контексте очень похоже Потому, что чем дальше, тем больше молодых музыкантов в группе появилось Кто-то нас, да Да, это, в общем, замечательное, кстати, сходство удивительное Не самое худшее, между прочим, сходство Давайте дальше петь Следующая песня, она самая мирная у нас Вот, она про любовь, но называется война Хотя там, в общем-то, про войну-то ничего нет Это такая война Сердечная Сейчас посмотрим Как только живой звук Согласен Нас было двое на весь огромный белый свет Все как в кино в нелепых позах На земле лежит недвижимый конвой И мы уходим В чужих березах В чужих березах хрипит простые ужены Эй, эфир, мы так хотели уничтожить этот мир Гляди на небо Какие звезды Видишь, Танюша, как все получилось Мяч утонул, время остановилось И звезды вращаются, как шестеренки На серых погонах ментов Они никогда не оставят в покое Нас и Реоны, а нас только двое И значит война, значит война И значит война, значит война Ну вот ужалил свинцовый шершень Беги, Танюша, я прикрою тебя с собой Исполню желание сам, 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 сам Про нас напишут лихие песни Их будет смешно услышать Бой, 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 бой В фиолетовых небесах Видишь, Танюша, как все получилось Мяч утонул, время остановилось И звезды вращаются, как шестеренки На серых погонах ментов Они никогда не оставят в покое Их миллионы, а нас только двое И значит война, значит война И значит война, значит война Видишь, Танюша, как все получилось Мяч утонул, время остановилось И звезды вращаются, как шестеренки В твоих изумрудных глазах Они никогда не оставят в покое Но нас миллионы, и мы умрем стоя И значит война, значит война И значит война, значит война Значит война, значит война Значит война, наша война Война! — Слушай-ка, опять же, возвращаясь к пластинкам, возвращаясь к творчеству, мне очень понравилось название, я не могу его обойти стороной, тот сингл, который был опубликован, по-моему, в этом году. Я прочитаю по буквам, потому что написано по буквам. То есть сингл, собственно говоря, состоит из букв. И мне кажется, я знаю, откуда ты взял традицию называть, вернее, слова без гласных писать. — А, ну да-да-да. Я все пытаюсь понять, о чем речь. Синглы постоянно, мы что-то делаем. — Да понятно, у вас же море их. Два сингла, два слова без гласных. П-Л-Н-Е, второе слово П-З-Д-Ц. — Это требование iTunes было, мы, в общем-то, готовы были опубликовать под полным названием. — Вы-то всегда готовы. — Там что-то как-то не захотели. — Я понимаю, да. Скажи мне, пожалуйста, что... Нет, ну, я понимаю, что можно спеть на эту тему, но что в этом сингле? Я вас защищаю. Прости, что не об этом альбоме. Я просто не могу прописать. — А это из этого альбома? — А, тем более. Почему так? — Почему так что? — Почему полный? — А, в общем-то, наступила та ситуация, когда он стал полным и бесповоротным, вот, и вообще стал, в принципе, кредом, вот, и, в принципе, наверное, об альбоме можно сказать, что вот родина, мама, вот эти три слова, как бы вот это вот альбом об этом, почему альбом и называется «Родина, смерть» от начала и до конца. — Да. Не-не-не, сейчас не хочу, я сейчас подумал, решат, что я какой-нибудь там чистоплю. Нет, я тоже люблю время от времени ставить крепкое словцо, это совершенно нормально, но общаясь с тобой, я всегда, и раньше тоже, думал всё время, у меня была одна мысль, такой интеллигентный молодой человек, а такой, ну, в смысле, разгильдяй. — Я всё время ругаюсь матом. — Разгильдяй, да-да-да, есть такое дело. Хорошо это или плохо, не знаю. — Прекрасно, на мой взгляд, это прекрасно. Я эмоционален, поэтому я буду ругаться. — Молодец, это правильно, я тоже эмоционален. Но в эфире эмоции полностью не проявишь, ты же понимаешь, надо держать себя. — У нас есть потайные комнаты, где можно эмоции проявлять. Он вышел и начинаешь проявлять вовсю, да. — Проявил, да. — В курилке. — Раз уже заговорили о концертах, пишет Виталий Яшин, расскажите, пожалуйста, о трибюте Летова, что будет 17-го числа в Минске. — Это наш проект с группой «Серебряная свадьба». И мы решили таким образом отметить появление фильма «Здорово и вечно» в прокате в Беларуси. В общем-то, к этому мы тоже имели отношение и решили сделать это очень красиво. И поэтому мы вот сделаем... Там еще другие белорусские группы будут выступать. «Акуты», «Пуцбэнд», «Катя Пытлива», «Александр Помидоров». И это будет концерт примерно на 4 часа. И это будет исключительно песня Летова, песня «Гражданской обороны». От людей совершенно неожиданных, даже от тех групп, которые только на белорусском пели. То есть это учитель для всех этих составов. И поэтому, в общем-то, всем хочется отдать должное. Вот в таком вот виде. От себя с ним там никакой не будет. Там именно песня «Гражданская обороны». — Только песня «Гражданки». Это не кавера, это не попытка перепеть по-своему. Это исключительно песня в чистом виде. — Да. — Хорошо, уважительно. Значит, сейчас сквозить тема Башлачева. А что с этим связано, спрашивает Мэрмессер. — Так за человеком. Мэрмессер. — Сквозить. Дело в том, что в альбоме есть кавер-версия песни «Время колокольчиков». Мы сегодня сыграем. Вот поэтому, да, сквозить вовсю. — А почему вдруг? — Потому что это русский гений. И потому что время в его никогда не проходит. А сейчас оно, может быть, стало даже еще более актуальным. Нежели чем, когда эта песня создавалась. — Согласен. Здравствуйте, друзья. Это я сейчас читаю уже... Не успел нажать. Я сейчас читаю уже смс-портал. Здравствуйте, друзья. Концертная программа, рассчитанная на пару часов, это для московского концерта или для всех городов тура? — Дело в том, что мы начали программу... Скажем так, это были не очень большие концерты, но мы ее постоянно увеличиваем. И я думаю, к последнему городу он будет часа четыре. Ну, мы же растем, пока едем, как колобок. — Четыре часа концерта? — Шучу. — Конечно, три, не больше. — Не-не-не. Четыре часа — это маловато будет? — Ну, маловато, а как нам жить-то тогда? Или два подряд надо играть? — Вот, тогда да. Тогда восемь. — Две песен-то на мороз только? — Тогда восемь. — Хитов. Сергей Пантюшин пишет. «Серевенная свадьба» исполнит ГО. Интересненько. — Даже мы со Светой исполним песню «Радуга» вдвоем. Не только «Серевенная свадьба», даже это будут дуэты. — Почему люди так удивляются? Между прочим, эта «Бенька»-то, она удивительна уже во всех параметрах. Она, мне кажется, любого автора может перепеть, сделать это по-своему. Это будет очень красиво, оригинально. И ничуть не хуже, как мне кажется. Талантливая. — Очень. — Без вопросов. Давайте петь дальше. Что это будет? — Это будет песня «Никакого начала нет». Я посвящаю моей маме Галине. — Как всегда, «Живой звук» программе «Живые». Здесь сегодня «Красные звезды». Поехали. Мы рождены не случайно, и не случайно умрем. Мы узнаем страшную тайну, для чего в этом мире живем. Отчего в полумраке рассвета, оставляя следы на столе, В петлю скользкую лежут поэты. Че нам делать в этой петле? Жизнь в плевок, в темноту, обречнела. Путеводная нить, огоньки, сигарет. Я хотел бы начать все сначала, Но нет никакого начала, нет. Я хотел бы начать все сначала, Но нет никакого начала, нет. Черная речка нас потащила, и непонятно, куда несет. Но мне мама всегда говорила, Чебы я наплевал на все. Режет волны тяжелая лодка, Безумленные олики святых Исчезают за поворотом. В добрый путь доплывем и без смерти. Жизнь в плевок, в темноту, у причалов. Путеводная нить, огоньки, сигарет. Я хотел бы начать все сначала, Но нет никакого начала, нет. Я хотел бы начать все сначала, Но нет никакого начала, нет. А на том берегу кто-то машет руками, А на этом мама кричит меня. Слез не надо, я, конечно, останусь с вами. Слез не надо, просто дайте огня. Слез не надо, я, конечно, останусь с вами. Слез не надо, просто дайте. Жизнь в плевок, в темноту, у причала. Путеводная нить, огоньки, сигарет. Я хотел бы начать все сначала, Но нет никакого начала, нет. Я хотел бы начать все сначала, Но нет никакого начала, нет. Я хотел бы начать все сначала, Но нет никакого начала, нет. Я хотел бы... Спасибо. Как о маме, так и голос мягче стал. Мама смс-ку прислала, попросила поспокойнее. В смысле? Но она слушает, смотрит, поэтому попросила, говорит, надо... Почему? Успокойся, говорит. Это же все-таки как-то... Успокойся, говорит. Взрослый человек, да. А почему? Ты нормально, мне нравится. Не, ну на рок-то как бы не особенно слушает. А, в этом смысле. Если нас... То есть мама хотела лирики больше? Ну, конечно. Это песня лирическая, сугубо. Согласен, да. То есть мама предупредила, чтобы песню, посвященную ей, Ты пел так, как ей нравится. Да. Молодец. Советно верно. Молодец, что слушаешь маму. Это очень важно. Андрей Архипов написал вещь замечательную. Я хочу тоже такой гаджет, ты знаешь. Он пишет, отключив музыкальное сопровождение, я понял, что текст на самом деле очень крут. Спасибо за текст. Спасибо. Андрей, будьте добры, скиньте, пожалуйста, хотя бы... Название. Хотя бы название гаджета, который позволяет слушая эфир, отключать звуковое сопровождение и слушать только текст. Может, он записывал как-то это дело? Записывал сразу. Да у меня загадка. Ну, конечно, технологии сейчас скаканули так, что мы за ним угнаться не можем, но тем не менее, кто знает, может, китайцы что-нибудь создали своё, а мы не знали об этом. Они люди серьёзные, могут создать что угодно, конечно. И страшно, их много. Значит, первый раз никакого начала нет в электричестве, слышу. Отлично. То есть эта песня была... Спасибо. Акустическая такая. Дело в том, что у нас был такой акустический тур в прошлом году, и мы играли её. И знакомили слушателей с новой композицией. Вот некоторые, видимо, и слышали. В акустике. Да. Ну, теперь вот смотри, что пишет Архады, 81, так звёздный человек. Трудно читать латиницей. Чего вы себе придумываете какие-то латинские буквы, имена? Ребят, ну, кириллица есть, ей понятнее. Крутая команда, настоящий постпанк. Спасибо. С 2013-го слушаю, и всё. Так и будет ли песня про белого кролика в голове? С работы не могу уйти, за трансляцию зацепился, пишет Архад. Будет ли песня? Сегодня нет. У нас есть чёткая программа. Мы же альбом уже исполняем. Ну, в следующий раз обязательно, на концертах. Спасибо, Архад, можете идти домой. Этой песни сегодня не будет. Пришло время рассказать о молодых твоих музыкантах. Барабанщик у тебя вообще не улыбчивый парень. Я впервые вижу человека, который совсем не улыбается. Вот вообще. Я грустный человек очень. Я понял, я тоже грустный. Серьёзно. Вообще не улыбайтесь. Так я и не пытаюсь даже. Как зовут? Как зовут? Где взял? Антон давно с нами играл. Да ладно? Да, ещё, по-моему, в 2007-м году. Так. Вот. Ну, как-то там мы сразу, в общем-то, друг друга не поняли, но через какое-то время вернули к сотрудничеству. А за это время он подрастил басиста. А, он подрастил басиста. Да. То есть это он его привёл? Да, конечно. Ах, вот он с собой. С нагрузкой. Но это самая лучшая нагрузка, которую я видел в своей жизни. Он крутой. Нет-нет, я не спорю. Я сейчас даже не пытаюсь. Я просто смотрю, как он реагирует на это дело. Вот он себе не улыбается. Нам нравится, когда нас хвалят. Ему нравится. Да. Отличный парень. Хороший парень. Да не вопрос. Гитарист, главное, хороший. Басист, то бишь. Вообще, басисты обижаются, когда гитаристами называют, да? Какая легковесность какая-то проявляется. Какой я гитарист? Я басист, говорит он. Ну, в общем, правильно делает. Светка передает привет и огромное спасибо Евгению Белову за надпись маркером на пояснице на концерте в Перми в октябре. Ого, какие детали. Что там у тебя за надпись-то была? Не у него была надпись, а он и ей сделал надпись на пояснице. Вот с тех пор она живёт, видимо, этими воспоминаниями. Я думал, сейчас какая-то надпись есть. Не знаю. Вот надо спросить, Светка, осталась ли у вас надпись, сделанная Евгением Беловым на пояснице на концерте в Перми в октябре? Мылась ли она с тех пор? Мне просто интересно. Мылась ли ты на ночь, Светка? Светка, что ты обычно пишешь девушкам на пояснице? Иди к микрофону, пожалуйста. Ну, просто мне любопытно, как ты выходишь из положения, когда подходит девушка, задирает маечку, как я понимаю. Подожди секундочку. Микрофон подними, не бойся. Вот. Вот. Здравствуйте. Я ничего не чувствую на пояснице? Я, честно сказать, я не помню, что я пишу. Ну, обычно. У тебя есть какой-нибудь фирменный такой знак? У меня очень красивая роспись. Там музыкальные ключи, скрипичные и басовые совмещенные вместе и три красивые нотки. Это, в общем-то, монограмма моей фамилии Белов. Обычно я пишу ее, но на пояснице наверняка я что-то мог созерничать, скажем так. Матом? Нет, это вряд ли. Я бы матом. Я знаю, что он повинит. Скорее всего, что-нибудь приличное. А что? И приятное. Я не помню. Давайте у Света спросим. Света, будьте добры. Белов, у него амнезия, у него, в общем, как-то с память провалилась. Это поясницу-то хоть помнишь? Там у всех девушек были прекрасные поясницы. Я уверен, что он запомнил. Света, он помнит поясницу. Там весь город очень красивых девушек. А это была самая красивая. Я тебе уверен. Света, безусловно, будут. Он помнит вашу поясницу, но не помнит надпись, которую оставил. Напомните, пожалуйста, Белову, какую надпись он ваш мастер на пояснице оставил. Знаете, как в том анекдоте, когда приходит чувачок в тату-салон, говорит, хочу, чтобы мне на спине выкололи танк. Прекрасно. Тату-мастер сел за 30 секунд. Что-то сделал. Говорит, все, иди. Говорит, так быстро. Да какие проблемы? Подходит, смотрит в зеркало. Там надпись «Танк». Правильно. Поэтому мало ли, что ты там оставил на пояснице. А, буквы «КЗ» были, и скрипичный ключ. Во, все верно. Вот, Свет написал что-то ясное. Значит, все хорошо. То есть ничего страшного. Заволновался, да? Занервничал. Я сразу стало намного легче. Занервничал, занервничал. 46-47 – это короткий номер для смс к ваших. Сначала свои, пробел, а потом уже все, что хотели бы адресовать коллективу. От вопросов до эмоций. Делитесь, пожалуйста. Мало ли, вдруг чего новое и интересное расскажете. Так, ой, я так ждала «Кролика», пишет Рина Титова. В общем, расстроили девушку. Два раза играли в этой же программе. Есть отличные, прекрасные новые песни. Я понимаю, да. Но по-моему, перекресток переспел. Так, ох, ребята. Так он есть в новом альбоме, поэтому и спели. Ну, а вообще-то «Кролика» в новый альбом не запихнул тогда. Мы пытались, но не влез. Не влез. На метражу. Спасибо. И прыгает. Никакого начала нет. Очень запомнились, запомнились запалы в душу после крайней акустики в Новосибирске. Пишет Данила Харченко. Ухи в своих ушах и мысленно. Так, ухи в своих ушах и мысленно. Андрей Архипов, переведите, пожалуйста. Чего? Видимо, философский труд какой-то. То есть там надо понять. Я не очень понимаю. Или устройство, видимо, какое-то. Юля сейчас пытается расшифровать, что имеет в виду Андрей Архипов. Она в этом языке, судя по всему, больше разбирается. Так, это он про гаджет. Ах ты, господи, прости. Я уже и забыл, в принципе, что имеет в виду. Он ушами отключает, оказывается. У себя в голове, в ушах отключает звук и слушает только текст. Ну, мне это не подвластно. Но я, глядя на аватару Андрея, понимаю, что он может, потому что человек серьезный. Видел бы ты это лицо. Он сказал, сделал. Может, не он сказал, мужик сделал. Тут мне дети пишут, чтобы я им помахал. Дети, я вам машу. Всем? Ну, своим. Ну, я всем, в общем-то, машу. В данном случае они все смотрят трансляцию? Да, да, да. Там вся семья смотрит, как обычно. Замечательно. Только ты, по-моему, не на ту камеру помахал. Я могу в любую помахать. Не, секундочку. Вот в ту машину. Это четвертая камера. И всем помахать. Вот туда маши. Вот сейчас тебя там лицом видят. Отлично. Мало ли, может, в профиль папу не узнает. Ну, конечно. Она джинсы, говорит, порвала, а в профиль не узнает. Вчера джинсы целые были, а сегодня порванные. Ночь тяжелая была. Где тебя носила? Да. 46-47. Свои пробел. И дальше все, что хотели бы адресовать. Что петь дальше будем? Следующая композиция, она одна из образующих этот альбом. Она, наверное, самая серьезная. И одна из самых длинных композиций. 3.20. Называется «Русская смерть». Как я понял. Самых длинных в истории российской музыки? Нашего альбома. А, в этом альбоме. Понял. Это время колокольчиков вроде подольше. Сейчас сравним. Давай. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня красные звезды. Поехали. 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 В отпухле встать, стакан за стаканом В прокуренной кухне сгореть Вместо того, чтобы встать Бог должен прощать Но я не прощаю, я ухожу и тебе обещаю любить И ничего не ждать Русская смерть, когда невозможно терпеть Когда только песни петь Русская смерть, когда невозможно терпеть Когда только песни петь Я такой же, как ты И родился там же, на том же свете Под той же звездой Посмотри на меня, мы конечно похожи Но я уничтожу, я здесь все уничтожу Однажды и приду за тобой Русская смерть, когда невозможно терпеть Когда только песни петь Русская смерть, когда невозможно терпеть Когда только песни петь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Брезая головы Длинная очередь, но моя жизнь еще не закончена Вместо того, чтобы ждать Я выбираю Жечь Я не вернусь, ты не жди напрасно Я все увидел ярко и ясно Вместо того, чтобы тлеть Я выбираю Петь Русская смерть, когда невозможно терпеть Когда только песни петь Русская смерть, когда невозможно терпеть Когда только песни петь Когда только песни петь Русская смерть, когда невозможно терпеть Когда только песни петь Надо посидеть После такой Тожеловато Отдохни Отдохни Я понимаю, в твоем возрасте Надо поберечь себя После каждой песни присаживаться Это тяжело, я понимаю В концертах так не разрешают Так бы можно было после каждой съесть Поговорить В концертах надо было вообще не вставать Ну, надо вставать, сидеть Это петь невозможно Распрачиваться Зачем вот это? А не работают же эти все диафрагмы Ну, какая разница Ну и что, зато отдыхаешь Так зато поешь плохо Выгонят Кто? Средители и зрители Это тебя ж любят, ты что? Ну, тебя в любом состоянии Сегодня любят, завтра разлюбят Да, перестань Такое уже бывало Да ладно, с кем? С нами и со всеми такое бывало Да, перестань Если тебя любят, то тебя обязательно В любом положении, в любом состоянии Рина Титова Ой, а удален, кто такой симпатичный Пишет Рина Не, Рин, не обращай внимания Он не улыбчивый Скучно вам с ним будет, если что А он будет хмуро так с ней А, знаешь, как в том фильме, да? Как же он тебе сделал предложение Если он не говорит, он как молча Значит, Вова пишет Найк и Женек На СМС-портале Приятно слышать новые голоса И новую обработку Ого Ослышали твои две глотки Обработок тут не было Откуда тут обработки? Новая обработка В смысле, видимо, новые аранжировки Смотри в объектив Завтра с хорошим настроением Это что завтра собираетесь вы? Снимать что ли-то? Думаю, что да Снимут концерт, конечно Это было бы здорово Найк и Женек, судя по всему Те, кто будет снимать Не знаю Ну, вероятно Я вообще впервые раз об этом слышу Ну, почему они требуют у тебя Чтобы ты смотрел завтра? Буду смотреть У нас что-то будет снимать Может, у меня не объектив, а прицел Ну, тогда вот тут надо Не всякий прицел-объектив Ну, да Не всякий объектив-прицел Значит, сейчас, секундочку Звуковой почерк Люди вот обсуждают новый звук Ну, имеется в виду новое ваше звучание Скажи, пожалуйста Вот, когда, допустим Так посмотреть на творчество Естественно, любой музыкант Любая творческая личность Так или иначе ищет какие-то новые ходы Да? Ну, чтобы не засиживаться И песни поэтому пишутся новые И, возможно, новые какие-то обработки Новых музыкантов приглашают Зачастую для того, чтобы обновить И освежить старое звучание Логично Аудитория не всегда это принимает Как ты с этим живешь, борешься? Или вообще плевать хотят? А если люди не понимают Что я выраст, например, с пятилетнего возраста Да им плевать, ты знаешь Ну, не принимают Но я-то все равно буду расти Ну, то есть ты на это не обращаешь, в принципе, внимание Нет, это наша работа И мы ее любим Ага Хорошо Это про корову когда, помните? Помню Вот, у нас такая вот Что ты со мной на выпишешь? Парадигма Он удивительный человек Я не сказал вы тебе Нет, помните это Зависим А ты всем Хорошо Тогда не смотри на меня при этом Ну, я на кого Я не начинаю Когда ты мне говоришь Все, все, молчу Я начинаю чувствовать себя старше тебя А мне это как-то не устраивает А вот после русской смерти Понимаешь, что имеет в виду Владимир, говоря Психоделический народный постпанк Народно-психоделический постпанк Я бы попросил Это важно Данила Вы сейчас попали под горячую руку Я вам скажу Селиванов Человек добрый-добрый Но если рубанет То ведь он от самого верха До самой, понимаете Не могу это слово произнести в эфире Нам нельзя же Ну, в общем, до Фаберже Если что Как ты говоришь еще раз? Народно? Психоделический постпанк Запоминайте Еще в 95-м году мы родили этот стиль Вот И, в общем-то, с небольшими отклонениями Потому что мы, в общем-то, когда-то были и экспериментаторами Играем именно его А потом подхватило ваше, собственно говоря, трудоинно желанное И теперь играет примерно то же самое Отлично, это же прекрасная музыка Неожиданно интересно Но надо еще слушать Надо же слушать Красные звезды уже столько лет И все равно постоянно удивляюсь Пишет Данила Харчин Ну, например, исправился Он сейчас исправился, потому что сказал добрые слова Прощен Добрые слова Прощен А как же прошлогодний стиль кик-рок, спрашивает Слава Дмитриев Я же говорил об экспериментах Аудитория, она все помнит Помнит, да А мы же не отрекаемся Мы, у нас ей был такой вот Перегиб Перегиб в эксперимент В сторону кик-рока Да, да А потом все вернулось к психоделический Так точно Народно-психоделический постпанк Мне, может, даже не втирать Я не запомню все равно все это Я 10 раз повторю и запомню Не буду, пытаться не буду Зачем мне сейчас забивать мозг Я знаю, что Хорошие названия, потому что Поют хорошие песни И меня это очень устраивает Все остальное Все эти ваши рульки Вешайте вы их себе сами У меня совершенно плевать, как это называется Хорошая музыка, в моем понимании Вот все Значит, где-то было сообщение А, вот-вот-вот-вот Вот что я хотел Значит, сообщение-то я должен был найти же А вот не могу найти же Очень много их Убежали Да, очень много сообщений Не всегда успеваю подхватить А потом искать время тратить Очень не хочется Вы ехали сюда как, скажи мне? Паровозом? О, господи Я сегодня с трудом осознал, что я нахожусь в Москве Потому что вы вышли на улицу Да, когда вы вошли в студию Я не понял, что за город Я увидел глаза примутненные Я понял, что ребята, в общем, в легком трансе находятся Это было из Тулы Поэтому как-то очень быстро мы сюда попали По-моему, поездом, да Поездом То есть, получается, у вас сейчас Вот вы сюда пришли в студию Это было часа, наверное, в 4 дня, да? Да, наверное Прямо с поезда? Нет, нет Мы тут уже давно Уже дня 3 Отдыхаем 2 2? Да Я с удивлением узнал, что сегодня среда А, то есть, хорошо отдыхать У меня почему-то было такое ощущение, что Один из выходных дней Ты знаешь, в моем ритме, когда я работаю Я с удивлением узнаю, что пятница Но я в тот момент, когда об этом узнаю Я как-то не очень... Уже можно идти покупать Выдыхаю, да Я выдыхаю Зачем пятницу, дорогой? Можно сделать заранее И, собственно, не очень ждать пятницу Вечера свободны Так Почему видео этой песни выложили только наполовину, спрашивает Вилла Лукашева Секретик Секретик Мы же тут, видите, должны были как-то совлюсти Более того, мы сейчас еще не все спели Она длиннее То есть ты сейчас вот настолько меня не уважаешь, что за этим столом поешь песню целиком? Мы не можем ее спеть целиком А, то есть там... Угу Спасибо Спасибо за оказанное уважение, друзья мои В таком случае Там потом совсем тяжело Тяжелая песня, я же говорил, длинная Понимаю Нет, ну длинная и конкретная, это все-таки разные вещи Понятно, но мы же как бы уважаем местные обычаи Ну, значит, ты не в ту... Ты не шнур, я тебе скажу Не шнур Не шнур, не шнур Жаль, но не шнур Потому что, когда ему спросили, зачем вы вот это слово-то употребляете в конце И даже не веревочка Он же сказал при этом, что ради этого слова вся песня и была написана А вот ты, в общем, то, ради чего было написано, все-таки приберег И смысл остался довольно понятным У нас такая работа Тем более мама... Как мама, кстати, относится к тому, что ты материст Учитывая то, что наши первые альбомы были целиком и полностью состояли Исключительно из матерных песен, потому что мы там вообще не стеснялись Вот Нормально она слушала, прекрасно А это же детское творчество, куда денешься Ну да, ну да Дитё все простишь, я понимаю Да, да, да Дорогие товарищи краснозвездные Пишет Евгений Якушов А как вы считаете, если бы Башлачёва всё же удалось подобрать при жизни себе подходящих музыкантов Что бы из этого вышло? Что бы из этого вышло? Или что-то бы из этого вышло? Уж не знаю Не очень понял вопрос, если честно Ну вот А, в смысле, если бы он не играл на гитаре, а просто Были бы музыканты? Это электрический состав Башлачёв потому и Башлачёв, что он мог один сделать всё то же самое, что сделать электрический состав По-моему, он даже не искал музыкантов Нет-нет-нет, он работал самостоятельно Ну вот в принципе да Евгений, а с чего вдруг у вас возникает такой вопрос-то, я не понимаю Для меня Красные Звёзды всегда будет группой, играющей в стиле охренительный панк Отлично Это народно-психоделический панк Краткое название Охрените Сокращённо Потому что Красные Звёзды Аббревиатура Красные Звёзды очень долго произносить, два длинных очень слова КЗ легче уже Так проще, да, КЗ Ну давайте КЗ петь дальше будем Да, следующая песня, она вдогонку перекрёстку, потому что мы очень много времени проводим в городе на Неве И приходится лирика, лирика Ну называется как? Свет звёзд Красные Звёзды Скромно Сегодня, как всегда, в программе живые, исключительно живой звук Поехали Не покачала лодку у причала На берегу горели фонари Сирена оглушительно кричала А мне ещё полночи до зари Прожить Не спать Бежать Я не знаю, где тебя искать Свет звёзд Тёмное небо Чёрная лестница Верти этаж Свет звёзд Выход на крышу Нас не догонят Чёрный мираж Свет звёзд Северный ветер Гонучший ангел Гаснущий свет 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 Не для нас Не для нас в облаках акварель Звёзд Звёзд Выход на крышу Нас не догонят Чёрный мираж Свет Звёзд Северный ветер Гаснущий ангел Гаснущий свет Свет Звёзд 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 Гаснущий свет Звёзд Нас не дают Звёзд 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 Свет звёзд, и нас нет, нас нет. Свет звёзд, и нас нет, нас нет. Нас нет. Ну что, давайте продолжим. Напомню, что сегодня здесь группа «Красные звёзды» из Беларуси. И понятное дело, что новый альбом их, презентация которого происходит прямо сейчас, это радость для нас, потому как презентация новой музыки – это всегда приятно для радиостанции. Я хочу выразить музыкантам группы «Красные звёзды» личную огромную благодарность не только за то, что они приехали и поют сегодня здесь, а ещё вот за что. Я обнаружил сообщение от человека с ником Вамавский. Он пишет, только из-за «Красных звёзд» сегодня впервые начал слушать своё радио. Ждём с концертом в Челябинске. Товарищ господин Вамавский, огромное вам спасибо за то, что вы это написали, потому что я теперь понимаю, что группа «Красные звёзды» привела нам ещё одного слушателя из славного города Челябинска. Спасибо, ребята. Потом назовёте цену, я даже расплачусь с вами, если что. Надо расплачать, действительно. Да. Ну что, пауза была большая, поэтому пора бы петь. Что это будет? Отдохнули. Это как раз и будет та самая композиция Александра Николаевича Башлащёва «Время колокольчиков». Блестяще. Как всегда, живой звук в программе «Живые красные звёзды». Поехали. «Живые красные звёзды» Долго шли, зноем и морозами, всё снесли и остались вольными. Жрали снег с кашей оберёдовой и росли вровень с колокольнями. Если плачь, не жалю ли соли мы, если пир сахарного пряника Звонари, чёрными мозолями рапали нерв. Медно под динамиком, а с каждым днём времена меняются. Купола, растеряли золото. Звонари, по миру слоняются. Колоколо, сбиты и расколоты. Что ж теперь? Ходим круг-то около на своём. В поле, как подбольщики. Если нам не отлили колокол, значит здесь... Время колокольчиков Время колокольчиков Время колокольчиков Время колокольчиков Ты звени, ты не звени Сердце под рубашкой в торопях Просыпное вороны, эй, выводи Коренных пристяжки рванем На все четыре стороны, на сколько лет Лошади не кованы, ни одно Колеса не мазано, плетки нет Секла разворованы, и давно Все узлы развязаны, а на дожде Все дороги радугой быть в беде Нынче нам доспехали, но если есть Колокольчик по звуку, и так стычит все Заряжай, поехали, зазоверим Засвистим, защелкаем, проверим До костей, до кончиков, эй, братва Зачуете печенками грозный смех Русских колокольчиков Русских колокольчиков Русских колокольчиков Русских колокольчиков Вот живем Русских колокольчиков Русских колокольчиков Хоть жары намныкали Кфим допьем Сутками, литрами не поем Петь уже отвыкли Долго ждем Все ходили грязные от того Сделались похожие А под дождем Оказались разные Большинство Честные, хорошие Пусть разбит Батюшка-царь голодом Мы пришли с черными гитарами Бей, бей, бей Плеса рок-н-ролл Отколдовали нас первыми ударами И в груди Искры, электричество, шапки в снег И рваните с понча Рок-н-ролл Славное язычество Я люблю Время колокольчиков 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 Все встали Так-то сидели Я тебе скажу, что это Абсолютный взрыв мозга Просто потому, что действительно круто И не только я это понимаю Не только я это так оцениваю Например, Лекса написала вот, что Слыхала несколько каверов на эту песню Но это круто, самый лучший вариант, на мой взгляд Опять же, оценочные категории Спасибо Мы очень довольны такими оценками Это правда здорово Спасибо вам Мой друг назвал в 98-м году стиль КЗ Анархо-коммунистическим постпанком Ой-ой-ой Как вы относитесь к такому определению Ну, как это, видно, какая-то своя аббревиатура Там несколько слов перепутано Народно-психоделический Ну, ты человек сам по-своему назвал Своё видение Того, что вы делаете Альтернатива Того, что вы делаете Опять же, если иметь в виду белорусскую сцену Если иметь в виду белорусские группы Ты сегодня упоминал уже Серебряную свадьбу Да В ротации своего радио есть Нака Есть Низкис Есть Серебряная свадьба Есть Красные звёзды Сейчас бы никого не забыть, чтобы не обидеть из белорусов-то Ой, там много Сейчас всех обидим Потому что групп-то много Много, но у меня далеко не все, конечно, и дело Здесь не все представлены, безусловно Но, тем не менее, сцена сама по себе Достаточно обширная Белорусская Но вы на этой сцене, как мне кажется Ярко выделяетесь просто из всего Того, что там есть Потому что Более жёсткая группа-то нет Или есть? Но Ляпис Жёсткая же группа была Давай откинем Ляписов По определённым причинам Это уже у группы там Сколько лет они существуют Да, мы сейчас говорим о группе О группах Ну так-то, в основном Белорусская музыка, она такая ласковая Вспомните Песняров и вообще всё на слезе Вот в том и дело Белорусы, в принципе, ласковые И музыка такая, она более Проникновенная, что ли Лирическая больше То есть тебе нравится идти поперёк? Я и в Брянске родился Я понял Но ты же всё-таки на белорусской сцене В основном ты растёшь Да, я даже по-белорусски пою Да ладно? Очень часто У нас много песен на белорусском Да ладно Да, может быть, когда-нибудь На целый альбом соберём и запишём Нет, я-то знаю Я к тому, что ты сейчас об этом сказал Как будто с готовностью спеть Нет, сейчас у нас есть альбом Да, что ты будешь делать Как это? Родина, смерть Никак Ладно, не буду тебя на мяки не ловить Хотел подловить Не получилось Молодец, подхватился 4647 Это короткий номер для смс Ваших 4647 Свои, пробел А дальше всё, что хотели бы сказать Вова, последние четыре концерта В Москве снимали на видео Для себя, Ютюба и для всех Так что ждём Найк и Женёк Будут снимать Отлично, здорово Спасибо Завтра в клубе театр в 8 вечера Конечно Это очень прекрасно Я люблю, когда нас снимают Во всех смыслах А многие музыканты Я хотел на эту тему, да, не особо Но, тем не менее Тут большая тема для разговора Можно отдельно Насчёт съёма ты имеешь? Ну да Ну, я понимаю, да Так вот, не многие любят Я про девушек Когда их снимают Да я не про девушек, я про видео А я про девушек Да что ж мы с тобой оранжем Ну и видео тоже круто Вполне Ты предпочитаешь, чтобы это делали люди из зала А мало ли, вдруг получится это некачественно Ракурс не тот возьмут И ты будешь выглядеть непонятно как Это же как все виды человека Нормально? Нормально? Я и такие ракурсы видел, что, не дай бог Даже страшно вспоминать Ты сейчас о девушках? Терпел Ну и во всём Я и видео тоже А я как раз Некрасивых девушек не бывает Вы же знаете Да, конечно Бывает мало водки Я знаю Я хочу сейчас найти что-то Что-то контакт у нас опять глючит, да? Всё, сломалось А у меня что-то не открывается Там было сообщение На которое я обновил страницу И что-то никак не могу теперь влезть обратно Ну да бог с ним Потом, чуть позже тогда Как только загрузится Прочитают сообщение Хорошее было, любопытное Теплее сейчас в Беларуси, чем в России? Так мы там уже к неделю как уехали Там было холодно Холодно было Да Холодно было? Да И приехали обратно в холод Ну а что нам делать? Весна такая нехорошая какая-то Прохладная весна И в России тоже, и в Беларуси Скажи, пожалуйста Вот сама по себе история Связанная с концертами Не хочу опять же никак Влезать там особо в душу Но где вам интереснее Всё-таки давать концерты? В Беларуси или в России? Или в Украине? Мы в Беларуси выступаем очень редко И в общем-то Сама суть наших туров Она проходит в России И направлена на Россию Почему так? Не знаю Так вышло То есть нет никаких Не знаю Подоплюки какой-либо Нет-нет Там мы не запрещенный групп Ну просто так сложилось Исторически Что в основном мы Играли в России Знаешь, недавно был Случай Любопытный У меня есть студенты С которыми я занимаюсь По субботам Потому что другого времени Как-то так нет Не получается И вот кто-то из группы Буквально на днях По-моему в эту субботу Как раз Когда вопрос был задан Я сказал, что будут красные звезды И человек вдруг говорит Только это же группа-то Древняя уже Да, 60-х валим Я вообще Пацаном был, помню Была такая группа Красные звезды С Пилот Флойдом Глядя на малого человека Я сказал Глядя на него Понимая, что ему уже не 17 Сказал, что вряд ли Это та самая группа Он говорит Да нет, ну та самая Что, как Красные звезды Это же одна группа такая была Я вдруг Задумался Знаешь, над чем? Да, группа с 93-го года Существует Это 22 22 года Это не сказать, что сильно много Но и совсем не мало Назвать группу древней невозможно Как ты относишься к тому Что сейчас уже есть поколение людей Которые могут тебе подойти и сказать Володя, Селиванов А мы выросли на твоей музыке У меня очень были такие частые случаи Когда мы еще пацанчиками Приезжали в Москву В 97-х, в 98-х Ко мне подходили дядьки такие здоровенные Зажимали мне в угол И говорят Вова, мы выросли на ваших песнях И до сих пор это происходит И я никогда не мог понять Где они их брали И как они выросли И как они росли И почему они выросли выше, чем я Ты подумал Может, у них было неприятное детство Я неплохо помню Или наоборот Приятно Раскормили Здоровайся Как ты относишься к такого рода Ну, скажем так Выводку Людей, которые выросли на твоей музыке Ну, в общем-то Давно известна КЗ-культовая группа Поэтому это норма То есть ты нормально к этому относишься Прекрасно к этому относишься Ты это терпишь Почему терплю? Я этому радуюсь Не, ну как можно радоваться тому Что на твоей музыке Выросли взрослые дядьки Зашибись, отлично Мы кому-то помогли Лет-то иной раз Может, больше, чем тебе Ну Это даже хорошо Кому-то я помог Даже будучи младше Круто Ну все, ответил Ответил, молодец Не стал стесняться Что, я не могу никак войти в контакт Обратно в группу к себе забраться Все сломалось Что-то все, да Вы пришли со своей энергетикой Все порушили нам здесь Просто все порушили Юля, у тебя нормально там все? Ну ты хотя бы тогда мне в личку Скинь какие-то сообщения Там просто были несколько последних интересных Я теперь не могу туда войти обратно Не могу влечь, чтобы разобраться с ними Давайте петь Давайте петь Песня называется Вместе со мной Хорошо Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня красные звезды Поехали Извините Стоп, стоп, стоп Да нормально все Скажите ему, что мы остановились Что же ты перепутал ритм? Это не та песня Это не та песня Объяви песню Песня называется Вместе со мной Просто у нас у нас В зонной точке называется Пой-пой-пой А, пой-пой-пой Ты ему так и скажешь Перепутали у нас тоже Не, нормально, живой звук Это же нормально Это же естественно Всякое бывает Знаешь Тот Тот, кто знает все на свете Про Тебя мне Рассказал Но Нет Не тебя на всей планете Я Везде Искал Пой-пой Пой-пой Вместе со мной Пой-пой-пой Пой-пой Пой-пой Вместе со мной Пой-пой-пой Пой-пой Звезды Ночь Вечность и холодный ветер Будет С нами До конца Все Пройдет Время Ничего не лечит Лишь Пой-пой Сердца Пой-пой Пой-пой Пой Вместе со мной Пой-пой-пой Пой-пой 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 Пой Вместе со мной Пой-пой-пой Пой-пой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вой, вой, вой Вместе со мной Вой, 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 вой Вой, вой, вой Вместе со мной Вой, 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 вой Вой, вой, вой Вместе со мной Вой, 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 вой Бой, бой, бой Вместе со мной Бой, 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 бой Примерно так То есть это не до конца, это примерно То есть то, что мы услышали, это не полная версия Там было еще чуть-чуть Я понял, но то, что нельзя в эфир Я понимаю, да Я теперь, когда понимаю, что примерно, я догадываюсь, что финал просто никак не придет в эфир, так как у нас 12+. Понимаешь, знаешь, в этой песне я что-то так вот понаблюдал за тобой внимательнее, чем в предыдущей Могу сказать, что актер в тебе живет, конечно Может, когда-нибудь меня снимут в кино Актер в тебе живет Живет, живет, да Причем хороший актер Ты думал об этом уже? Да, но в основном речь шла о фильмах взрослых жанров Я в этом смысле думал, конечно, потому что так-то у меня образования нет, кто мне в кино возьмет Но вдруг, вдруг возьмут А фильмы взрослого жанра без образования берут? Да, я думаю, что да, я в журналах читал То есть там корень другой, я понял Ну да Там решили, да, я понимаю Сейчас на самом деле просто любопытно, откуда в тебе эта жилка-то актерская? Не знаю Видимо, что-то врожденное какое-то От природы? Да, так-то у меня в роду актеров не было То есть, по сути дела, это у тебя, что называется, от бога А может, научился за это время Все-таки пение это актерство в первую очередь А тебя не смущает, когда музыкантов, певцов называют артистами? Нет Нет? Вот меня смущает сильно Почему? Не знаю, но когда стоит какое-нибудь такое дарование И в камеру дает интервью Говорит, мы артисты Думаешь, какой нафиг? Вот Золотухин артист Ну, бывают плохие сапожники Нет, Золотухин артист Артистов Артистов мы сейчас начнем перечислять до завтра Да, да Ну, а почему Киркоров артист? Он певец Артист, он играет Кого? Горает какие-то образы, там, перья одевает Кого? Ну, разные бывают ситуации То есть, Трансвистит, он тоже артист? Ну, все, кто работает на сцене, на мой взгляд, все равно так или иначе артисты Плохие, хорошие, средние Но это артисты Ну, это как бы, так профессия называется Как называется? Артист, видимо, профессия так называется Я артист, например, и все Хотя я себя артистом никогда не считал Но думаю, что будет совершенно верно Откровения сейчас серьезные для меня случились Антон, ты артист? В дипломе артист Артист чего? Эстрады Барабанщик Артист эстрады Артист эстрады Барабанщик Очень флегматично ответил, но все понятно Ну да, но он такой по жизни, мне кажется Сейчас улыбаться хоть начал во втором-то часе И то, слава богу Раскочегарился Раскочегарился маленько Действительно, что ли, да? Диплом артиста? Да, в дипломе так написано Ну ладно, так ли Меня всегда просто удивляло немножко это Ну, если хорошо, оставим на своих местах Пусть будет артист Но мне видится, что, в принципе, если тебе предложили бы какую-нибудь киношку Нормальную киношку Вкратце, вообще, немедленно бы побежал Нормальную киношку Это же новый какой-то вид деятельности Это всегда приятно А что касаемо творчества И, как бы сказать правильно Не очень люблю спрашивать, например Что вдохновляет музыканты Или, скажем, поэта или певца На свое творчество Но чем ты сам себя подкачиваешь Для того, чтобы творить Чтобы не останавливаться Ничем я не подкачиваю Реальность бесконечно творит поводы Для того, чтобы как-то на нее отреагировать Но люди устают от реальности Столько лет Ну, 22 года группе 22 года в постоянном находиться В внутреннем треморе для того, чтобы реагировать на окружающую среду Я так-то с трех лет Чего? Нахожусь во внутреннем треморе С постоянным ощущением тревоги И так или иначе как-то реагирую Ну, это первое детское воспоминание Я как-то ничего другого не помню Первое детское эмоции? Это воспоминание, тревога С трех лет тебя помнишь? Да, да, да Серьезно? Да А что ты помнишь, когда было тебе три года? Ну, такая очень личная картина Я бы не хотел про нее рассказывать в эфире Но первое воспоминание Это тревога И я никаких других воспоминаний, в общем-то, не знаю Я постоянно в тревоге Это стимулятор А что твоя тревога корнями? Откуда? Все плохо, как бы бывает Бывает хорошо, и я сразу спокоен Когда начинается плохо Когда начинаются какие-то волнения Я сразу начинаю дергаться А что для тебя хорошо? Вот есть такая тяжелая работа спать Хорошо это, когда ты спишь, и тебя ничего не беспокоит То есть тебе хорошо только тогда, когда ты спишь Да, очень мало времени Плохо сплю Потому что все как-то вокруг несправедливо устроено Встреча с друзьями Не знаю, секс Хороший фильм Приятная книга Это тебя не успокаивает? Нет Это меня стимулирует Я везде в реальности нахожу какие-то способы Отреагировать на то или иное событие Представляете, стакан упал Русская смерть получилась Представляете? А, то есть секундочку Пример Куплет-то мог начаться именно с этого Упал стакан с подоконника Пустой или полный? Ну трагедия же в том, что он полный Вот да, теперь я понимаю Тогда это правда русская смерть Русскому человеку трудно вынести Когда полный стакан падает Да еще и с подоконника Я видел, как падает бутылка Я чуть не разрыдался На улице у мужика Представляете, бутылка водки Вот и ужас Ну надо было порадоваться, что не твоя хотела Не, радоваться я не могу Чужому несчастью нет То есть ты сочувствуешь чужому горю? Я прямо с ним вместе проживаю А что ты готов сделать ради того? Или же на что ты мог бы быть способен Ради того, чтобы помочь человеку в горе? Как-то посодействовать? Словом? Делом? Как получится? Насколько у меня хватает запасов? Ты пошел, купил мужику бутылку водки? У меня денег не было Ах, вот в чем дело Ну тогда да Но хотелось бы Представляете, если человек горе не может этого сделать То ты мог бы пойти Легко, конечно Были бы денег, купил бы Все, понятно Это еще одна черта характера В общем, это о многом говорит Действительно Ты человек добрый Открытый Несмотря на то, что песни поешь весьма зло сейчас Водка штука сакральная Поэтому надо помогать Помогать То есть ты веришь в святыню? Не то, чтобы святыню Но это же одна из основ алкоголя Да ладно Существование Основ чего? Основ нашей этики Белов закивал Иди сюда Иди сюда Мне интересно, что он так вдруг Ты сейчас чего кивал-то? Основа Основа и есть Водка? Алкоголь в целом Есть гипотеза Довольно равноценная со всеми прочими О том, что крупнение поселений Человеческих доисторических эпох Происходило в том числе Вокруг сбраживания алкоголя То есть люди пили Не поняли, что творили И плодились Эти общины были крепче Потому что степень доверия Между участниками Была Подкреплена совместными Этими Какими-то Вахханальными И оргиями Это ваш белорусский миф Я так понимаю? Да это не миф Это гипотеза историческая То есть мне интересно А где они Пардон Вот этот сквашенный алкоголь Он где был? В озерах? Нет Нет Они собирали Скапливали свой тут урожай Да И Также скапливали и другие Но те, которые сбраживали Вот по археологическим данным Они в общем-то Были крупнее И защищеннее То есть у них был повод Быть вместе Да Именно в этом роде И кивал Ага То есть Исходя из этой гипотезы Исходя Секундочку Исходя из этой гипотезы Народ Ну или скажем так Объединение Некая община Которая Держится друг с другом В основном Из-за того Что есть возможность Бухнуть Это во-первых Самый крепкий союз Во-вторых Тривичная ячейка И они плодятся Как кролики Ну судя по всему Потому что им же надо Как-то развиваться и расти Но в курсе ли ты Сейчас уже без гипотез Что в пьяном состоянии У родителей могут Рождаться дауны Ну в смысле Не совсем здоровые дети Если сходить дальше Уже топтаться По этой гипотезе То понятно Что община мощная Община достаточно крепкая Но все идиоты Беда в этом Меня это пугает Следует уповать на то Что крепкий алкоголь Изобрели намного позже Они тогда Что они себе могли позволить По большому счету Венцо 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 это уже потом Это уже когда Это на юг Пивасик Да в лучшем случае пивасик Из вишенки какой-нибудь Кстати мы тоже любим Пивасик Пивасик из вишенки Ну да по-польски Слушайте вы гурман Гурманы да Вы гурман Чикакие Хорошо Но я надеюсь Вас не только алкоголь Сплачивает друг с другом Нет не только Конечно не только А что еще Дружба Дружба Хорошо сказал Главное не задумываясь Значит честно сказал Давай петь Следующая песня Она имеет очень прозрачное название Называется Ночь Но замечательная она тем Что в этой песне С автором текста Выступила Человек который В общем то текстов Раньше не писал Ксюша Вагнер Который является директором Группы КЗ Находится здесь в студии И это здорово Вот Сейчас поем Написал текст Мы вместе с ней Как-то в Петербурге Написали Я сейчас буду внимательно слушать Поехали Предвзято где-то Как называется эта песня Ты не сказал Ночь Ага Как всегда живой звук Мы ночью писали Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня красные звезды Поехали Ночь Страшная ночь Настигает Бонзает Холодные пальцы Под ребра Замерло сердце Ночь атакует Вводит Оточенной бритвой Хватает за горло Я ухожу туда Где мне ничего Не светит Я ухожу туда Где мне ничего 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 Все закончится тут Все закончится Все закончится тут Все закончится Все закончится тут Ночь закончится Боль закончится тут Все Ночь не отступит Ночь не оставит И темнота никогда Не растает Мы раскачали Наши качели Белые стены Мы улетели Я ухожу туда Где мне ничего не светит Я ухожу туда Где мне ничего Ничего Все закончится тут Ночь закончится Боль закончится тут Все Я ухожу туда Где мне ничего Не светит Я ухожу туда Где мне ничего Ничего Все закончится тут Все закончится Все закончится тут Все закончится Все закончится тут Ночь закончится Боль закончится тут Все Точно все Люблю песни с подвохом А какой там подвох? Да когда она практически закончилась уже Я решил, что все, пора хлопать Ткнул наших гномиков, они начали как идиоты Махать руками, аплодировать и кричать Мы так на концертах делаем, еще дольше ждем Оказывается, да, песни еще не... То есть ты специально это сейчас сделал? Я так понимаю Или это каверза была не твоя? Чья это была в итоге каверза? Ну его же конечно Понятно 46-47 это короткий номер для смс К ваших сначала пишите свои, пробельщик А дальше уже все что хотели бы Спросить у коллектива красные звезды Ну или же высказать свои какие-то эмоции Варпейнт Майка, Вов Да, Варпейнт Так, это вот такое сообщение С вопросом, со знаком вопроса Варпейнт, конечно, это моя любимая группа А Майка? И Майка любимая А Вов? Какой Вов? Ну тут после запятого... Великая Отечественная война, видимо Варпейнт Майка, запятая, Вов С маленькой... Ну вот такой вот вопрос Заковористый Я еще откажу Тут сразу все как бы Понять бы, кто это вообще Такие вопросы задает Видимо, это все с наушниками Номер телефона есть Можно, конечно, перезвонить Спросить человека, что имел в виду Давайте позвоним Легко Ты что думаешь? Это такие провокации Запросто У меня только денег на телефоне нет Ну тогда и молчи А то давайте позвоним Легко быть щедрым до чужой счет Смотри, я искал вот это сообщение Собственно, оно наконец пошлось Оно противоречиво, но любопытно Алия Нурулина пишет Эту неделю в живых для меня Можно окрестить неделей Переворотов сознания И новых открытий Да, на этой неделе Очень любопытные коллективы И не всегда люди могут Воспринимать эти коллективы сразу Дальше Алия пишет вот что До этого к красным звездам Отношение было противоречивое Заметь, она пишет о двух Так сказать, полюсах С одной стороны потрясающая песня «Свобода» А с другой песня «Русский» Делай выводы Что могу сделать К этому поводу Но сегодня, как только услышала Перекресток, офигела По-хорошему, так и продолжаю Перманентно офигевать Уже почти полтора часа Ну то есть, ну да, недавно написано Все песни, как на подбор, великолепны Жестко, глубоко, душевно Словом, все, как я люблю Народно-психоделический Если честно, слов нет По крайней мере цензурных Чтобы в полной мере описать восторг Пишет Илья Нурулина Одним слушателям у вас однозначно больше За время колокольчиков Отдельный респект И вообще спасибо огромное за творчество Вот посмотри Меня интересует Да я за время колокольчиков Джинсы вчера порвал Ближе к микрофону тебя не слышу За время колокольчиков Говорю, джинсы вчера порвал Ну так вот Скажите, да, да Так прыгал Пели Или так колокольчики-бубенчики Извинили И колокольчики в том числе Понятно Аккуратнее с бубенчиками-то Что делать-то? Значит, да Возрывная Давай попробуем по этому поводу порассуждать Песня «Свобода» нравится Али Сильно нравится А с другой стороны В ее полюсе песня «Русский» Я могу сказать, что песня «Русский» У меня вызывает ровным счетом Те же эмоции, что и песня «Свобода» Обыкновенная лирическая композиция Такая былинная, я бы сказал Мы специально такое сделали Я понял Но почему-то видишь как Человек воспринимает А как зовут? Алия Ну, видимо, тут что-то кроется Может быть просто Спели русские, а что-то другое не спели Возможно, здесь Знаешь, что срабатывает, скажем так Группа-то белорусская Белорусская А ты поешь «Я русский» Может быть, у нее здесь противоречия Может быть Может быть на этом Не спели белорусский, значит Надо как-то устранить Да Возможно, нужно просто что-нибудь спеть На белорусском На предмет того, что Белоруссия — родина моя У нас много песен на белорусском Я же говорил Я про родину И про родину в том числе Есть? Есть, конечно Хорошо Это очень важно Алия, возможно, их просто не слышал Мы сами не написали Но зато песня русскую поем Песня русская? Да-да-да Молодость моя, Белоруссия Привет, Селиванова От самого задающего вопроса В Тверском клубе «Северный полюс» О, и сюда добрался Северный полюс в Твери? Ой, это такой «Северный полюс» Если бы ты его увидел Ты бы понял, что это совсем «Северный полюс» Абсолютный Интересно пишет Это место абсолютного холода Он пишет Интересно был такой бумажный концерт Очень понравился ответ про Путина Александр Цыпленков Что значит «бумажный концерт»? Я не знаю Может, что-то показалось Там Тверь, там всякие грибочки растут Там и прочее Ах, да, я об этом не понял В воздухе всякие флюиды Я об этом не понял Поэтому там и «Северный полюс» Да-да-да Мы полчаса искали Грибные места и грибная культура там развита Это чистая правда Поэтому там и «Северный полюс» можно ощутить И «Бумажный концерт» В принципе, наверное, все очень даже логично 4647 Коротенький номер для ваших смс К своей, пробельчик Дальше все, что хотели бы Адресовать коллективу В группе я заглядываю Периодически что-нибудь выискиваю Для того, чтобы спросить Ну, люди же интересуются Скажи, пожалуйста Вот мне интересно Обычно задают вопросы гостю Обычно задают вопросы музыкантам, артистам Ну, в программе «Живые» А вот, если так Я попрошу тебя спросить О чем-то у своей аудитории Какой бы вопрос ты задал слушателю своему? Ну, в России принято задавать вопрос до Коли Потому что как-то все по-прежнему трагично Вот, и никто ничего не делает Как бы наша задача простимулировать, вдохновить Нет, зачем задавать вопрос, ответ на который ты знаешь? Я не знаю Как это? А я не могу знать ответы на... Все ответы на этот вопрос Я тебе отвечу на этот вопрос Только дат Отвечите мне навсегда Ой, мы будем сражаться с этим делом Навсегда до Коли Нет, я всерьез Ну, что бы ты мог спросить у своего слушателя Того, который тебя любит Знает твои песни Ходит на твои концерты С горящими глазами принимает тебя И твоих музыкантов Вы знаете, у меня был такой одноклассник Андрей Кустов в Минске И он однажды задал мне потрясающий По своей силе вопрос Я его часто задаю людям Зачем ты? Хороший вопрос Да Такой вопрос исключительно на смысле жизни Зачем ты? Хороший вопрос Вот на этот вопрос нужно отвечать в компании Причем с тем самым упавшим стаканом, я полагаю Со всеми вообще В любой компании Это правильный вопрос Это вопрос к себе И прежде всего Человек в принципе задает вопрос только для себя и себе А вот беда в том, что люди мало задают Остальные люди как бы призма Мало задают себе этот вопрос Плохо Надо задавать К сожалению, да Человек считает, что если ошен появился на свет То уже есть смысл в этом Хотя это большая ошибка И очень системно Плохо, когда люди видят смысл просто в существовании В своем собственном, да Прежде всего В своем собственном существовании Все остальные людей мало интересуют Это ложь Человек считает, что он сам Находится в центре всего того, что называется мирозданием И вопрос себе Зачем ты? Он задает редко Ну только с возрастом Помогает другим людям на него ответить Стимулировать Ты для того, чтобы люди могли себе отвечать на это Мы революционеры в этом плане Хорошо, ты отмазался Нормально Я вдохновляю людей, чтобы они отвечали сами себе на вопрос Зачем ты? А ты-то зачем? Я же только что сказал Как замкнутый круг Деньги в тумбочке Получается, да Кто-то пойдет Жена, а где она берет? Да, под скатерть Давай петь Эта песня будет сопровождена эпиграфом Никого не хотелось бы мне обидеть Никого Это уже хорошо Вот Я просто подумал, что Какой бы религиозного исповедания не был человек Прежде всего он должен быть атеистом Как всегда, живой звук в программе живый Легкое напряжение витает в студии Красные звезды здесь сегодня Поехали Мы чернеем, как ярость, закаленная синим пламенем В час, когда ледяная вода закипела под камнем Мы чернеем, как горе бесконечное и безразличное Отступаем и умираем Но бога нищем Наши руны Золотом горят Аты Мы чернеем, как память проверенная на прочность В час, когда нас свободу ведет чистая совесть Мы чернеем, как боль всех несчастных и невезучих Никогда не забудем Хлеб наш насущный Наши руны Золотом горят Аты 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 Мы чернеем, как знамя на последнем западном фронте В час, когда узнает долгожданная оттепель Мы чернеем, как снег на краю мироздания Умираем и ощущаем свое сознание Наши руны Золотом горят Аты 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 Это самая религиозная вещь в мире Главное, чтобы он не был воинствующим Главное, чтобы он не был воинствующим Ничего не должно быть воинствующим Ничто не должно преобладать друг другим Да Я против насилия, однозначно Да Я тоже против фанатизма Я тоже против фанатизма Это действительно очень страшная штука У нас мало времени остается до конца А у нас последняя песня, кстати. Я в курсе. Я и хотел, чтобы ты понимал, что она у тебя одна. Но, может быть, есть смысл. Ты же говорил, что вы какие-то песни или не готовили ничего лишнего. Чёткая программа, залог здоровья. Не объясняй мне больше. Я понимаю, особенно твоего. Это же очень важный момент, потому что тебя нельзя никак потерять. Особенно, когда поёшь каждый день. Вот о том ей толку. Надо поберечь. Давай так. Вот сейчас как-то отложим уже в сторону все детали. Да, детали творчества, детали отношений с миром. А просто как два взрослых человека, глядя друг в другу в глаза. Ты задал вопрос хороший. Зачем ты? Я ведь пока ты пел про атеистов, об этом и думал. Не думать про белого кролика. Этот вопрос я себе очень часто задаю, кстати. Ну, несколько в другой форме. Но, тем не менее, зачем ты? Он звучит во мне периодически. Но я нашёл свой ответ. Зачем я? Вот всё, что ты видишь. Ты же творишь, ты делаешь. Всё, что ты видишь здесь, имею в виду вокруг. Наверное, это и есть. Я год до полтора... Нет, вру. Три года назад почти. Впервые вдруг произнёс слух, что я наконец понял, зачем я 20 лет отдал работе на радио. Я вдруг понял, потому что есть возможность сделать то, что мы делаем сейчас. Другое дело, как человек доходит до осознания себя и через сколько лет. Когда надоедает потреблять, человек должен эволюционировать. Пока он потребляет, он не эволюционирует. Когда он начинает созидать, он эволюционирует. Он изобретает что-то новое. Созидать в каком смысле? Созидание креатора. Создание созидания. Только о творчестве говоришь. Какая разница? Хлеб созидает. Делает его лучше. Детей. Детей созидает. Да всё, что угодно. Компьютеры. Не имеет никакого значения. Всё, что идёт на пользу человечества, всё, что идёт на пользу эволюции, я считаю очень верным. И это и есть вопрос. Ответ на вопрос. Нельзя ли немножко перефразировать? Если человек начинает не брать, а отдавать, тогда он отвечает себе на вопрос, кто ты? Да. А могут ли все отдавать, не забирая друг у друга? Я бы сейчас не хотел вдаваться в философию. Это будет долгий начной разговор. Взял и обрезал все мои попытки поговорить. Наше дело сформулировать вопрос. Селиванов, имей совесть. Я вдруг начал разговаривать серьёзно, без улыбок. Он говорит, не, я не буду об этом. Ладно, бог с тобой. А у нас нет ответа на этот вопрос. Вот так и скажи. А то я бы не хотел бы на ночь. Нет, ну мы могли бы порассуждать. Просто скажи, что я тупой, я не знаю ответа на этот вопрос. Да, да, да. Привольно так. Самый честный гопник. Руны и атеизм. Что-то здесь не так, пишет. Кстати, тоже музыкант Андрей Гречев. Ужасно. Да, нам тоже вчера кто-то что-то про это говорил. Мы так спорили долго. Вот, но как есть, так есть. Я думаю, вот это сообщение тебе будет очень приятно. Ребят, привет о серебряной свадьбе. О, привет. Привет, привет, привет. Здесь они, здесь они слушают Франсуа де Бош. Здесь сегодня любим мы, ребятки, если вы нас слышите, любим мы вас очень, ждем от вас новых песен для ротации. Поэтому не забывайте о нас. Любите нас. Не забывайте нас. Здорово, когда коллеги тебя слушают. Это вообще просто супер. Так я тут сижу всю программу, а ты не заметил, что ли? Я же слушаю внимательно. Не, я имею в виду, коллеги-музыканты издалека. Понятно. Я тоже очень люблю ситуации, когда молдов же слушают, еще и позволяют себе сказать доброе слово. Это ведь о многом говорит. Отношение коллег. Кстати, вот тоже важный момент. Любой музыкант, любой творческий человек любит, когда ему говорят комплименты. Но когда говорят комплименты коллега, это, наверное, в разы приятнее. Мы же учимся друг у друга, поэтому комплименты стимулируют. Насчет песни «Русский» пишет Алия Нурлина. Не-не, та же самая. Я понимаю. Я не запомнил. Не нравится. Да, я думаю, навсегда теперь. Насчет песни «Русский» пишет она. Песня не совсем нравится лично мне. Я не имела цели навязывать мнение или обидеть музыкантов. Возможно, если бы ее сыграли сейчас, я бы даже пересмотрела свое мнение. Такая завуалированная заявка. Ну, это же не айфону, не сто долларов. Ну, не можете сказать. Все песни нравятся абсолютному большинству. Ну, не нравится. Мы не будем петь. Нет? Нет. Понятно. Рады вас слышать. Все супер. Опять же, «Серебряная свадьба» подключается. Еще раз спасибо. Очень рад. Весточки. Вот что. Ну, во-первых, спасибо, что вы до нас добрались. Спасибо огромное. Надеюсь, не в последний. Я очень рассчитываю на то, что... Ну, по тому, как вы шлепаете альбомы, я полагаю, что и не в последний, и даже не в предпоследний раз вы здесь точно. Потому что обычно в программы «Живые» группы повторно приходят, ну, чаще всего после выпуска нового альбома. Это мы так просчитывали. Процесс может длиться и полгода, у кого-то меньше. Но, тем не менее, радостно будет вас видеть с новыми работами. Где-нибудь через месячишко так, по-быстрому. Он уже напрашивается. Он уже считает, что через месяц... Ну, через месяц будет новый альбом, что ли? Ну, нет, альбом-то будет этот еще только через месяц. Но мы приедем, сыграем. У нас-то песен много. Мы же на белорусском что-нибудь поем. Тоже хотелось бы. Инна Барышникова написала удивительно. Но слушаю внимательно группу «Впервые». Очень круто. Спасибо. И вам спасибо. Когда альбом выйдет, Вика Лукашева спрашивает. Очень скоро. Ну, там же сам физический носитель. Вика, очень скоро. Вика, очень скоро. Это не ответ. Нельзя девушке так ответить. Боимся сглазить. Когда-то она мне женится. Очень скоро. Боимся сглазить. Вика должна верить. Вика наш друг, она должна верить. Что очень скоро. Вова не обманывает. Никогда? Ну, думаю, что никогда. Знаю я одного. Никогда не говори никогда. Значит, вот тут еще. Мне тут спрашивают, готов ли я или собираюсь ли я пригласить белорусскую группу «Бай Эффект». Или «Бай Эффекта», как правильно это называется. Знаешь такой группу? Понятно, спасибо. Не слышал. Ты же русский. Так, еще было, еще было что-то, что... Вот. «Красные звезды», спасибо за очередную порцию качественной музыки. Ждем приезда в Минск. Я очень заволновался, когда услышал слово «порцию». А почему тебе так слово «порция»? Не знаю, но у меня ассоциируется не с качественным. Почему? Ну, как обычно говорят, спасибо, порция этого. В столовке, например, очередная. Ну да, но у меня почему тут какое-то такое личное... У тебя это исключительно личное. Где-то что-то не так услышал. Исключительно личное. «Спасибо группе за сегодняшний эфир. Спасибо за эту группу. И хотя и не положу их в свой трек-лист, было сильно текстово, но шумно-музыкально. Лично для меня». Пишет Андрей Архипов. Но опять же, люди принимают или не принимают то или иное творчество по своим собственным соображениям, исходя из своих собственных вкусов и понимания музыки в целом. Я как-то однажды вывод для себя сделал. Тоже, возможно, рассуждая философски зряшно, но тем не менее, что-то я вот так задумался, как песня становится хитом. С одной стороны, если ее сильно и долго навязывать, так, чтобы она звучала отовсюду, человек примет ее и скажет, да ладно, ну не нравится, ну хит. Хит надо писать сразу хит. А с другой стороны, любая песня может стать хитом, если прозвучит для человека в самый или в очень яркий момент его жизни. Так хит это же для всех? Нет, я не понял. Для каждого лично. Песня становится хитом тогда, когда прозвучит какой-то яркий эпизод. У меня такой хит песня Старлис группы Кинг Кримсон. А почему она стала для тебя хитом? Потому что все совпало так. Ну вот я хотел сказать, что мальчик, например, юноша, вдруг видит красивую девочку, а в это время звучит какая-то песня. У него сердце дым-дым, первое чувство, первая любовь, песня фоном, все на всю жизнь. Гормоны и понеслось. Вот так песни становятся хитами. Завтра в программе «Живые» группа «Дом ветров», а сегодня «Красные звезды» заканчиваются. Сейчас будет несколько неожиданно. Музыка опять? Потому что песня исполняется лично мной. Я же должен что-то сделать. Наконец-то. Да, под гитару. Действительно, два часа сидел без дела. Это основополагающая песня альбома. Она, собственно, и называется «Родина». Вот, и, собственно, вот об этом. Она объясняет все, что мы пели до этого. Спасибо. Спасибо за то, что наконец-то нам разъяснишь все. И разложишься, наконец, по полочкам, без всяких порций. Группа «Красные звезды» сегодня в течение двух часов радовала, надеюсь, вас своей музыкой. И сейчас случится практически чудо. Сильванов берет в руки гитару и будет петь один, объясняя этой песней все, о чем спето в альбоме. Будьте здоровы, до новых встреч, до завтра. Поехали? Поехали. Погнали. Все, пока. Пока. Привет, холодное небо, мне так надоело болеть. Скажи мне, быть или не быть, лететь или падать и тлеть. Бьют барабаны, летавры гремят, горит оркестровая медь. Так получилось, что мы родились в стране по имени Смерть, по имени Смерть, по имени Смерть. По имени Смерть, по имени Смерть, по имени Смерть. Следы на снегу, штрихи на запястье, земные волшебные сны. Знаешь, а это такое счастье, дожить до весны. В черных повязках над вечным огнем мы не успеваем стареть. Это не сказка, мы просто живем в стране по имени Смерть, по имени Смерть, по имени Смерть. По имени Смерть, по имени Смерть, по имени Смерть. Гранитный камень, гарантия памяти, но никто нигде никогда не вспомнит про нашу дивизию радости. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Бьют барабаны, летавры гремят, начищена красная медь. Это наша судьба, мы честные люди, и мы должны умереть. Наша Родина Смерть, наша Родина Смерть! Мы должны умереть, наша Родина смерть, наша Родина смерть Должны умереть, наша Родина смерть, наша Родина смерть Должны умереть